Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в студии руководитель компании ГРНК в Латвии Антон Ковалев. Добрый день. Здравствуйте. Сразу скажу нашим радиослушателям. Антон, мы еще до эфира успели обменяться несколькими фразами. Буквально 18 лет прожил в Германии, саму народом из Риги. И вот решил все-таки вернуться в Латвию. Тут так, может быть, чуть по порядку, как вообще оказались в Германии. Уехали сами, с родителями. Почему все-таки было принято решение в свое время, это на 90-е годы, да, уже или начало 2000-х, да? Да, это был 2000-й год, но если вы помните, был такой какой-то даже тренд или какая-то, какая мода, все как-то уезжали. Еще как, и по-прежнему уезжали. И по-прежнему, к сожалению, большому, да, я всегда говорю, я один из редких, кто вернулся назад, к сожалению, хотя, по-моему, должна тенденция быть в обратную сторону сейчас. Да, уехали туда, начал учиться еще в школе, то есть закончил среднюю школу там. На немецком. На немецком, да. Тяжело было, да? Видимо, еще здесь... Было нелегко, скажем так, но мы довольно так серьезно подготавливались к этому шагу. Я ходил на частные уроки немецкого языка, какое-то понятие о языке было. А в школе он английский был, да? В школе был английский, но второй был немецкий. Да, но, как вы понимаете, это были такие какие-то школьные знания, понятие было в структуре языка, грамматика, но было тяжко. Да, закончил среднюю гимназию, то есть среднюю школу, грубо говоря, пошел учиться в университет на финансиста. Когда отучился, да. Уже без проблем тогда в УЗИ уже было полегче. В УЗИ уже было намного полегче и проще, хотя тоже, то есть сама система высшего образования там очень серьезная, то есть, да. А вообще делают скидку в Германии, там, не знаю, преподаватели на то, что все-таки это не ваш родной язык, это не первый язык, или взялся так, пожалуйста, учись, да? Да, второй вариант, да, взялся, пожалуйста, учись, образование там бесплатное в государственных УЗОВ, и я вам более скажу, то есть, нет никакой, не то что, если это не твой родной язык, вообще никому нет никакой пощады, скажем так, да, у тебя есть экзамен какой-то определенной, три попытки, если ты эти попытки не сдаешь, ты на территории Федеративной Республики Германии не можешь изучать этот предмет, все. То есть, ты можешь пойти с экономиста на юриста, да, или с юриста на экономиста, но нет тот предмет, который ты изучал и не сдал за три раза экзамен. Ага, то есть, ты провалился, считается, что все, не твое, да? Реведерчи, да. Но зато и нет никакой дискриминации, да, по отношению к приезжим? Нет, нет, я не сталкивался, нет. Вот, когда возвращаются, может быть, те, кто уехал на ПМЖ, ну, с такой вот, может быть, расчетом, что ненадолго, два-три года, ну, понятно, может быть, люди не устроились, может быть, у них появились возможности в Латвии, они уезжают, возвращаются. Таких, кстати, тоже немного, к сожалению, еще, но их возвращение, по крайней мере, ну, логично. Здесь кто-то может сказать, ну, все-таки человек 18 лет там прожил, Германия, это вот страна, ну, очень богатая, да, по крайней мере, в Европейском Союзе, действительно, ее называют двигатель, мотор, можете называть, как хотите. Ну, да, Франция, Германия. Но, я так понимаю, вы вернулись совсем не потому, что вы там не устроились, что вы неудачники, как раз наоборот, да, вы вернулись, чтобы то дело, которое вы начали там развивать здесь, если я не ошибаюсь, да? Да, именно так, то есть, я работал в немецкой компании, которая на международном рынке, Грэнка Лизинг, и сам… Это крупная компания, да? 1800 человек у нас работают по всему миру, по немецким-европейским меркам компания, это небольшой концерн, по прибалтийским я бы назвал, все-таки это крупное предприятие, и сам наш создатель компании, то есть, Вольфган Грэнка, предложил мне уехать в Прибалтику, сделать здесь филиал по одной простой причине, что единственное место в Европе, где нас не было, была Прибалтика. Как это ни странно. Как это ни странно. Естественно, у немцев и европейцев Литва и Латвия – это одно и то же, он все время в своем лексиконе использовал слово «Литва», и было думано сначала, что это будет Вильнюс, но мне удалось в течение полугода убедить его, что если я поеду, то в Ригу, и вот так я оказался, где мне все более-менее знакомое и родное, скажем так, и да, и в итоге оказался здесь. А вы когда уезжали, понятно, что сложно что-то было загадывать, но когда вы уезжали, у вас была так подсознательная мысль, что вы когда-то вернетесь сюда? Не в смысле как к туристам или наведать каких-то родственников, которые здесь остались, а вот что вы вернетесь и будете здесь жить. Ну, буду лакавить, если скажу, что таких мыслей не было, они были, да, то есть когда-то мне как-то общался с одним, это не моя фраза, но мне вот запомнилась такая фраза, где родился там и пригодился, да, грубо говоря. Да, очень такая. Да, такая вроде бы простая, но все простое гениальное, или все гениальное простое. И мысли такие были, и вот на данный момент, да, здесь. Вот есть такое представление, может быть, тоже стереотип, что в принципе, ну вот латвийцы, не только латвийцы, может быть. Да, сейчас очень модное выражение латвийцы. Да, латвийцы, ну хорошо, даже латвийцы, они с учетом истории и так далее очень похожи на немцев, у них есть вот такая педантичность, и, может быть, поэтому легко и, не знаю, немцам, приезжающим сюда, и, может быть, тем, кто приезжает сюда. Вот вы, поскольку пожили 18 лет, мы сильно отличаемся? Я буду говорить, не знаю, там, жители Латвии и немцы. Вы знаете, 100% отличаемся, это может быть, как вы сказали, стереотип правильно, да, об этом можно дискутировать, я могу чуть ли не книгу написать. Большая разница все равно между латышами и латвийцами и немцами. Ну, все-таки мы были много лет в составе СССР, да, и это дало какой-то, скажем так, отпечаток на менталитете и у латышей, и у русскоязычных, и т.д., и т.п. То есть, я не могу сказать, что там есть какие-то там параллели, где-то они есть, но нельзя вот прямо сказать, что да, они похожи, или они там младшие братья. Как-то по-другому вести бизнес? Может быть, не вдаваясь по-другому, общие такие ощущения? Вот, не знаю, в Германии легко, там все прописано, там, не знаю, от А до З, как говорят немцы, да? От А до Ц, да. От А до Ц, да. И да, и нет. То есть, нет, смотря какой бизнес. В моем бизнесе мне здесь, допустим, по-другому, потому что нет особой конкуренции, скажем так. Так, и если она есть, то, скажем так, в Германии рынок перенасыщен всего в моем бизнесе. То есть, нет такого, чего там нет. Он перенасыщен, да. Здесь есть другие инструменты в финансовом бизнесе, но нет там то, чего занимаемся мы. Скажем так, как вы правильно сказали, страна довольно богатая, и у всех все есть. Все найти что-то новое, что-то внедрить. Вообще немцы просто вот ко всему новому очень осторожно относятся, да, допустим, как бы, ну, говоря о бизнесе. Значит ли это, что все-таки большинство там наемных работников, да, они уже понимают, что… Да, да, это однозначно. Что уже они же заняты, да, вот это бизнес. Это однозначно, то есть, как бы, мне кажется, была статистика, когда мы заходили на рынок Латвии, что здесь очень много именно самозанятых лиц и предприятий с двумя сотрудниками. То есть, такого там нет, однозначно. То есть, это факт, и да. Вот что вам может быть, поскольку у вас есть возможность, я так понимаю, что вы последние, наверное, уже скоро три года как вернулись в Латвию. Что вам, не знаю, здесь спустя все-таки какое-то время, что вам здесь понравилось, может быть, с точки зрения, не знаю, бизнеса и жизни вообще просто, быта, и что, как бы, может быть, не очень понравилось, особенно, не знаю, в сравнении с Германией. Ну, начнем у нас с положительных моментов. То есть, вы все, вот, латвийцы, живете здесь, и кто выросли здесь, вы часто, допустим, не замечаете каких-то вещей, которые замечаю я, поскольку больше нейтральный взгляд и прожил за границей. Допустим, вот сейчас в ковиде приходилось быть внутри страны очень долго в связи с понятным причинам, и вот я заметил, что, допустим, какая природа здесь хорошая, да, люди, вот, у меня жена не из Латвии, и с Латвией нет никакой связи, кроме как, что муж ее из Латвии. Вот она говорит, смотри, сколько сосен, да, хотя у нас вроде бы сосна, ну, хорошо, везде они, да. А ее все-таки это… А ее это просто, вот она говорит, тут просто для детей… Ну, не нравится здесь? Очень нравится, это не то слово, прям очень нравится, да, и вот сама природа, что есть чем позаниматься. Все-таки мы живем здесь в столице, да, столица есть столица, у тебя, если у нас дети, то есть дети могут заниматься, там, хоккеем, баскетболом, футболом, карате, и это все в радиусе километра. Это, допустим, в Германии, это удобно, это очень удобно, это очень… В Германии все-таки большие расстояния. Там расстояния большие, и ты все-таки привязан к автомобилю, да, очень сильно, даже делая свои повседневные какие-то дела и задачи. Это то, что понравилось. То есть, сама инфраструктура, особенно живя в Риге, да, она шикарная по моему понятию, что не понравилось, как бы… Ну, это опять-таки на таком бытовом уровне, что нет какого-то… Это такой очень бытовой уровень, какого-то стандарта качества выполнения каких-то услуг. Ну, допустим, не знаю, у каждого есть автомобиль, вот это вечная тема автосервиза, да, приехал, там, не могут разобраться, там, или сделали опять что-то, сломалось, там, через неделю, да. То есть, в Германии все-таки люди отвечают больше за свои слова и за свои действия. И защита потребителя, наверное, там на высоком уровне, да. И там даже, да, русскоязычные какие-то, ну, найдем, останемся в теме автосервиза, допустим, они уже все привыкли работать так, как нужно, да, что ты должен отвечать за свои действия, давать гарантию. То есть, ты сделал манипуляцию, получил деньги, и за что ты отвечаешь. А у нас там будет, ну, мы не знаем, да. Ну, да, и там, Вася придет, посмотрит, а Вася там, не знаю, ну... Не пришел. Не пришел, по каким-то причинам, да. В следующий раз. В следующий раз, да, то есть, как бы, вот, какой-то... И все-таки, понимаете, опять-таки, чтобы открыть какую-то там лавку или тот же автосервис, нужно иметь соответствующее образование в Германии. Сначала нам казалось, да, ну, зачем я могу эту гайку и так закрутить до конца, но в итоге, пожив немножко там, ты понимаешь, что это правда. Что нужно иметь какое-то образование, не можем, мы с вами завтра открыть автосервискую, да. И говорим, что мы сейчас качественный ремонт сделаем. То есть, как бы, это меня немножко как-то, даже в какой-то мере... Наши предприниматели жалуются на налоговую систему. Нет, не потому что там налоги высокие, да, это там, не знаю, любой предпринимает в любой стране, скажет, что я хотел бы меньше платить. А именно сложность налоговой системы, вы с этим не сталкивались, да? Я не сталкивался, потому что мы там привыкли платить налоги и без вариантов, то есть, как бы, скажем так... То есть, Германия все-таки народ законопослушный, да? Более законопослушный. Конечно, есть везде свои варианты и свои люди, которые пытаются обойти закон, это не без этого. Но что касается налоговой системы, я скажу так, естественно, налоговое обложение предприятия, мы уже миллион раз считали у себя в компании, там, в Германии, ну, на пару процентов больше, чем здесь, буквально на пару. Ну, конечно, зато ты ездишь, скажем, по хорошим дорогам, да, то есть, есть какие-то другие благи, ты как-то смотришь, ну, ладно, ты как-то больше с этим смирился, что ли, живя там, что, да, ты платишь чуть побольше, но у тебя есть какой-то фидбэк от государства, та же медицина, те же дороги и т.д. и т.п. Вот, если мы говорим о Латвии, наверное, не знаю, вы часто уже слышали, живя здесь, сейчас вернувшись, многие говорят, часто говорят, ну, вот, когда же мы будем жить так, как, не знаю, там, не знаю, в Германии? А когда? Я понимаю, что это вопрос, наверное, к министру, не к вам, но... Это вопрос, да, об этом я тоже очень много думал, я затрудняюсь ответить, я вообще до конца не понимаю, как может быть такая маленькая страна с неполными двумя миллионами населения быть только в таком состоянии, в котором она есть, мне, по-моему, кажется, что мы тремя портами, Лепая, Венспилс, Рига, плюс еще Мерсракс, не знаю, Роя, там эти маленькие порта, Звенек, Цемс, мы могли бы накормить каждого жителя, если при правильном управлении иметь... С учетом нашей геополитической... Геополитической... Транзит, логистика, да? Наверное, с не учетом, она как раз, наверное, не совсем благоприятная наша геополитическая... Сейчас, да. Сейчас, да. Но географическое положение... Мне кажется, да, вот как там, я видел всякие диспуты там со стороны там и россиян, что вот, или там туристов, да, вот у вас здесь ничего нет, а нам и не нужно ни нефть, ни газ, у нас, в принципе, мы на транзите, на каких-то услугах при правильном... Ну, какое-то производство все равно должно быть, правда ведь? Да, оно и есть, я считаю. Конечно, не так, как было когда-то, но да. Ну, что-то есть, да. Вот вы, как предприниматель, вам легко было находить работников? Я понимаю, что у вас не очень большое здесь представительство, но легко найти людей. А почему говорю? Потому что, с одной стороны, ну, на не очень большое безработице официальное, там, 7,1% сейчас, с одной стороны, да? С другой стороны, несмотря на пандемию, казалось бы, многие вернулись, а все равно работодатели, вот я слышу от своих знакомых, ты знаешь, вроде бы есть люди, а вот найти, подобрать людей, очень сложно. Ну, я, наверное, вы общаетесь регулярно с разными предпринимателями, я вам не скажу ничего нового. Сложно, да, найти? Найти очень сложно, и тем более, общаясь с другими представителями бизнеса, ну, все думали, ну, вот сейчас, вот кризис-полукризис, вот сейчас будет полегче. Нет, оказалось совсем наоборот, люди, которые где-то работают, они все-таки в этом, я называю это полукризис, что у нас сейчас происходит в стране и в мире, они держатся за свое место, держатся за свою работу и, скажем, не готовы рисковать и что-то менять, да? И было как раз в этом полукризисе, мне нужны были сотрудники, было, мы нашли, плюс-минус став себе… Ну, не так просто, да, это было? Было даже тяжелее, чем год назад, как ни странно, ну, это да. А ведь это тоже удивительно, потому что, если мы говорим о профессионализме, ведь у нас в Латвии, вы уже наобратите внимание, нет недостатка в учебных заведениях, да? Даже иногда говорят, что перенасыщенно, потому что нет такого маленького города, где бы вы не нашли вуз, да, или его филиал. Или его филиал, да, даже в Екаппелсе есть какой-то там филиал. Всюду есть, да, я не знаю, ну, может быть, в ЦСИСи нету, но вообще в Маумере есть свой вуз, в Венспурсе есть свой вуз, да, 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 в Венспурсе есть два вуза, еще филиалов. То есть, раньше это был техникум, сейчас это стало Оксболу. То есть, как-то так. Не знаю, мне тяжело комментировать. Вроде бы они есть, это как абитуриенты или... Да, выпускники. Да, выпускники, они есть, они часто к нам приходят на собеседование, но что-то нет такого, да, прям что вот... Что-то у нас не хватает, да, вот в рабочей силе. Что-то не хватает, да, постоянно либо то, либо... И, наверное, очень важно, вы не дадите мне соврать, для работника еще коммуникация с клиентом, да, не все определяя с какими-то договорными отношениями, да, или там проплатой. Еще важно коммуницировать с клиентом, он должен понимать, что его слышат, слушают, готовы помочь и так далее. Естественно, да, особенно если мы говорим про отдел продаж, да, но говоря о нашей компании, у нас, допустим, часто пишут CV, ребята, работавшие в банке, да. Они думают, что это преимущество, да. Они думают, что это преимущество, но это, наоборот, их минус, потому что... Почему же? Объясню, потому что в банке привыкли, особенно в латвийском, в латвийских банках так, что клиент приходит в филиал и обсуждает свои какие-то денежные вопросы, финансовые потоки. У нас, наоборот, мы идем к клиенту. То есть, там, грубо говоря, у нас нужно искать их вот on the field, как говорится, на рынке, на рынке искать клиентов, а там приходят к банкиру или к работодатурнику банка из улицы. Сами. Сами приходят. Это огромная разница. Они бегают за банком. То есть, они бегают за банком. У нас, как бы, чуть-чуть наоборот, и этот менталитет банковский, филиальный очень тяжело выбить, практически невозможно. И поэтому Грэнка, как компания, живет с опытом и со статистики. У нас есть внутренняя статистика, что сотрудники банков у нас зачастую не тянут. Вот интересно, вот вы сказали, что ваши компании работают в сфере лизинга. Не было таких опасений, идя на рынок в Латвии, поскольку у нас есть несколько лизинговых компаний. Чаще всего это компании, которые работают при банках или как дочернее предприятие. У нас банков достаточно много для маленькой страны, несмотря на все эти вот сейчас ужесточения, как мы знаем, банковские деятельности. Тем не менее, у нас достаточно банков. Кто-то даже говорит, что слишком много. Там, по-моему, 12-12 банков для маленькой страны. Или у вас все-таки другое? Вы поняли, что у вас своя ниша, и вам эта конкуренция не страшна? Это даже не конкуренция. Мы работаем со всех разных нишах абсолютно. То есть, как я вам уже сказал перед эфиром, у нас было 2 минуты, время пообщаться. Наш основной бизнес – это то, что в вашей студии. Все, что в вашей студии. То есть, мы финансируем какое-то специальное оборудование, которое не входит в планы финансирования банка. То есть, есть другие ребята на рынке, которые финансируют фуры, стройку и комбайнеры, и лауксам, и сельское хозяйство. Вот это их ниша. Там они это могут лучше, чем мы, намного. Это какое-то специальное оборудование, IT и серверы. А это не очень рискованное. Я просто спрашиваю, как не специалист. А почему спрашиваю? Потому что, ну, кажется так, что самое простое. Не знаю, лизинг автомобиля. Вот то, что у нас в Латвии популярно. Понятно, что лизинг берут автомобили на фирму, на юридическое лицо, и на частные лица. И фактически в залог, если так можно сказать, берется сам автомобиль. У него есть какая-то базовая стоимость, потом остаточная, когда лизинг заканчивается. В общем, все, что с этим связано. И вроде бы, кажется, даже не будучи специалистом, ну, ясно, что автомобиль, да, так сказать, все равно его у тебя заберут, а ты не рассчитаешься полностью по лизингу, и автомобиль потеряешь, и сейчас уже останешься, будешь платить. Что касается оборудования, ну, во-первых, оборудование очень специфическое. Вы же не можете быть специалистами во всем. Во-вторых, там, не знаю, амортизация оборудования, там, возраст, специфика, да. Ну, я не знаю, сколько у нас там радиостанций. Если вы, там, нас возьмете в пример, там, не знаю, там, через какое-то время это видеокамера или вот это уже, вот лампа освещения уже будет в таком состоянии, ну, условно говоря, да, ну, скажем, ну, I'm sorry. А что вы с этого возьмете? Ну, вопрос вообще у вас, на самом деле, очень правильный и логичный, ну, поскольку, как я вам сказал до этого, Грэнкер работает со статистикой и с опытом своим, у нас есть на каждую ветвь экономики свой опыт, да. Допустим, если радиостанция, мы знаем, у нас система статистической работы, что из тысячи радиостанций, которые мы профинансировали в Европе, риск банкротства был у четверых или у пятерых. В связи с этим мы смотрим на сумму, сумму, сумму лизинга, то есть, если у нас есть 10 тысяч евро, ну, скорее всего, радиобалком, я прекрасно понимаю, что оно пробыло там энное количество лет и пробудет еще, то есть, наша система нам подсказывает, что делать. То есть, опыт такой, да. Опыт, да, потом, мало того, конечно, у нас есть свой так называемый asset brokers, дочерняя компания, которая все оборудование это забирает и продает в третьи страны или есть вторичный рынок, опять-таки, из опыта. То есть, какой-нибудь станок, да? Да, станок, да. Чтобы правильно поняли, мы, опять-таки, это все статистика, у нас работает статистическая, у нас есть свой grand scoring, так называемый, который определяет вероятность дефолта у определенного клиента с определенной ветви экономики. То есть, у вас уже, условно говоря, есть большой опыт, и вы понимаете, что есть какая-то фирма X, хочет закупить там, не знаю, слесарные станки, и вы видите, что там фирма совсем молодая, а оборотный средств мало, то есть риск, что бизнес не удастся. Ну, я утребую, но вот так. Так, именно так, или есть наоборот, допустим, там врачебные кабинеты, скажем так, или стоматология. Это очень дорогое оборудование. Это очень дорогое оборудование, да, стоматологи, да. То есть, там, любое кресло, когда вы приходите к стоматологу, любое кресло, куда вы садитесь и вам ставят пломбочку, оно стоит там 25 тысяч евро, допустим, да. А вы, как пациент, наверное, этого не думаете об этом. Да, и думаете, о, как стоматологи хорошо зарабатывают, да. А причем за 25 тысяч евро вы получите, ну, это уровень, там, скажем, ну, не Форда, а Шкода, может быть-то, ничего особенного, скажем так, да. Даже так, да. Даже так. А если вот этот сверлильный станок, я так буду говорить совсем по-простому, да, вот зубоврачебный, да, то это уже и 50 тысяч и более, да. Ну, сверлильный станок, сама эта турбинка стоит там 600 евро, насадка, это не то, но их нужно там 10 там сразу же, да, потому что они одна в дезинфекции, другой у доктора работает, друг, третья выходит из строя, но это так, да, то есть, как бы, и там у нас есть уже хороший опыт, мы прекрасно понимаем, что у врачей дела идут хорошо-очень хорошо, и в Латвии в том числе, и там можно где-то… Но это все равно в общей сложности, чтобы оборудовать стоматологический кабинет в соответствии с современными стандартами, кстати, с требованиями определенными, да, это десятки тысяч, правильно я говорю, в общей сложности. Если мы говорим даже о рентгене, допустим, который сразу же при кабинете, то, наверное, даже не десятки, наверное, уже о сотне. То есть, фактически открыть кабинет? Это очень… даже в Латвии это… Поэтому им иногда не обойтись без лизинга, да, так я понимаю? Без какого-то внешнего финансирования, да. Сложно, наверное, да? Да. Да, именно так. Но и временной промежуток вы тоже ведь даете тому же стоматологу, да? Да, там мы смотрим в зависимости от клиента. Это и 5, и 10 лет, может быть, да, амортизация оборудована? Три года, да? Да, в принципе, она амортизируется 10 лет, да, сама. Даже так, да? Да, то есть, грубо говоря, кресло автоматологическое, ее лайф-сайкл, скажем так, где-то 10 лет. То есть, получается так, вот вы сейчас все перечислили, что вы уже фактически становитесь волей-неволей специалистами по оборудованию вот таких специфических вещей. Да, особенно мы заговорили сейчас о стоматологии, просто исторически сложилось так, что в Грэнке, в Германии я отвечал именно за все продажи медицинского оборудования. Это целая история, наверное, да? Да, я руководил целой командой, да, и поэтому там у меня есть какие-то определенные знания, да, скажем так, именно в медикл. И это имеется в виду, если это не стоматология, то дорогое оборудование УЗИ, там тоже десятки тысяч, да? Да, десятки, причем это оборудование очень быстро обновляется, то есть, через 5 лет, если вы купите или возьмете в лизинг сегодня один ультразвуковой аппарат, через 5 лет он уже будет негоден, по идее. Да, потому что технология развивается, должно быть что-то новое, да? Да, именно так. Тем более у врачей между собой конкуренция, и они тоже имеют такое свойство, если у одного есть, мне тоже нужно. Вот, но все-таки вот ваши ощущения со стороны, я понимаю, что вы не занимались никакими исследованиями, каких-то барометров не проводили, но тем не менее, вот все-таки экономия, Латвия вообще развивается, вот на ваш взгляд, или есть какая-то определенная стагнация? Может, у нас тут, может быть, взгляд замылился, и, естественно, мы настроены, не знаю, критически, пессимистически, и говорим, что, ну вот, там ничего не развивается, там все очень медленно, так мы будем догонять какие-то там Скандинавию, мы там взяли курсы, догнать Скандинавию, если вы слышали, да, так сказать, и все время говорят, ну, нам до Скандинавии там, не знаю, 20 лет, да, это мы говорили в начале 2000-х, когда вы уехали, вот сейчас 21-й, и нам опять говорят, ну да, наверное, еще 20 лет, но так и до пенсии мы не догоним никого. Ну, вы понимаете, это очень философский вопрос, я все время говорю на данный момент, что мне кажется, в Латвии, если ты профессионал своего дела, даже если ты слесарь, сантехник, электрик, возьмем рабочий профессор, если ты профессионал, тебе, по-моему, очень хорошо, да, потому что их не сосыскать, и есть спрос на такие услуги, да, говоря глобально, ну, тоже, смотря какой регион, мне кажется, глобально, конечно, нам, может быть, не 20, но лет 15 до Финляндии точно, но мы должны все время учитывать тот момент, что они же тоже развиваются вперед, они не стоят на месте, то есть, если мы говорим нам до сегодняшнего уровня в Финляндии 15 лет, то, ну, они-то через 15 лет будут еще выше, чем они сейчас, а то мы забываем. Кстати, да, они не стоят на месте. Вот это все время вопрос, да. И не ждут, пока Латвии их догонят. Я, если честно, мне очень тяжело ответить на возможность, говорить, когда мы их догоним. Ну, догнать, это какая-то, получается, уже прогрессивная или экспоненциальная прогрессия, то есть, они должны остановиться, чтобы их догнать. А в Латвии вообще, на ваш взгляд, люди активно занимаются предпринимательством, потому что считается, что на душу населения Латвия, мягко говоря, не в списке лидеров в Европейском Союзе по открытию, по стартапам, по этим новым предприятиям. Почему спрашиваю? Может, вы, наверное, сталкиваетесь с тем, что какая-то молодая относительная компания начинает бизнес, им нужно то или иное оборудование. Или вы в основном, по вашему опыту, уже работаете с такими компаниями на рынке, которые давно? Мы все-таки работаем с компаниями, наш курс очень понятен, который работает минимум 3-4 года на рынке. Ну, хоть какой-то опыт есть, да? Потому что у нас, опять-таки, статистика и опыт. 90% стартапов, независимо, это Латвия, Литва или Америка, они не выживают в первый год. Это тоже, вы, наверное, тоже информировали. Это в Латвии тут не исключение, да? Не исключение, да. И тут, то есть, как бы, мы должны рисковать своими деньгами в том случае, если мы видим оправданный риск. Идем, да? И в случае пропорции 90 на 10, то есть 90 не выживает в первый год, 10% встают более-менее успешными, риск не оправдан. Ну вот, я так понял, что у вас есть филиалы не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии тоже, да? Нет, на данный момент нет, был думан филиал в этом году, в 2021, но в связи с этими пандемиями и волнами и т.д. и т.п. это будет, наверное, уже вопрос поднят в следующем году. Ну, в целом, в принципе, не жалеете, что вы переехали? Нет. Я понимаю, что вы переехали не на пустое место, вы вернулись, условно говоря, на родину, есть работа, бизнес, то есть, вы не переехали из Сирии, но я переселюсь, там будет дальше… Там посмотрим, да. Там посмотрим. Понятно, что вам было в этом плане легче, но вы, в принципе, не жалеете. Нет. А как дети? Ну, я понимаю, что они еще маленькие, да, но… Да, детям наоборот, то есть, как бы, лес, речка, море, то есть, все… И расстояние небольшие относительно, да, после Германии, да. Небольшие, да, и расстояние, то есть, до 15 минут, 20 минут и в любом месте города, грубо говоря, несмотря на какой-то определенный трафик, да, то есть, наоборот, в этом… И что касается структуры для детей, мне она очень нравится, но это, опять-таки, я говорю, за Ригу, если где-то жить, может быть, в других районах, это… Не хочется ни в коем случае толкать вас в политику, но просто с учетом вашего просто жизненного опыта, ну, в Германии мы знаем, что нас столкнулось с таким миграционным кризисом, я имею в виду, беженцы бежали и кричали, что вот Мутер, Меркель нас чуть ли не пригласила, чуть ли не каждого, да, и мы помним, что еще несколько лет тому назад, я думаю, вы тоже с этим столкнулись, действительно, перед Германией стала такая дилемма, с одной стороны, вроде бы, там, беженцам нужно оказать помощь, с другой стороны, их количество, особенно в маленьких городах, уже превысило вообще все разумные пределы, и население, естественно, было недовольно, и я так понимаю, что даже популярность вот этой партии ХДС, ХСС там в Германии пошатнулась очень серьезно, да. Меркель все-таки, конечно, действительно, железная леди удержалась на плаву, но, тем не менее, все так вот было очень неустойчиво. В чем-то ошиблась Германия, на ваш взгляд? Ну, такое-то, как вы правильно сказали, это политический уже момент, мне хотелось бы сильно комментировать. Нет, просто по ощущениям. По ощущениям, просто, мне кажется, это менталитет Ближнего Востока, нужно понимать, допустим, если, не дай бог, человек бежит от войны, то, мне кажется, я, не дай бог, так бы случилось, был бы рад десятью квадратными метрами и душам, да, и чтобы ракеты, грубо говоря, над головой не летали и не было никаких посторонних звуков. И я бы вел себя достойно. Ну, какое-то поведение иногда вот этой толпы, может быть, это менталитет, который, может быть, это вот именно толпа, да, ну вот, что все-таки нужно принимать какие-то правила игры той страны, которая тебя принимает, мне так кажется, да. И в какой-то момент, наверное, да, был какой-то небольшой перебор в этом вопросе, да. Нет, я почему спрашиваю, потому что вот многие, вот, может быть, там, не знаю, в Латвии, ну, ясно, что определённая зависть Германии к их уровню жизни есть, это же не секрет, да. Ну. Да, и многие, раз восприняли это как бы так, с какой-то степень синичной, они говорили, нет, ну, мы же понимаем, для чего это Германия делает, да, они хотят, ну, дешёвую рабочую силу, потому что экономика в Германии развивается, и вот прибыли эти люди, гастарбайтеры, ну, те, кто совсем не захотят работать, от них избавиться под разными предлогами, ну, а так будет вот дешёвая рабочая сила, потому что немцы, я думаю, вы тоже с этим сталкивались, определённые работы, неисплифицированные как бы осуществлять не хотят. Мы ведь помним, это волна турецкая миграция, которая, да, ведь турки не сразу стали изобретать Pfizer, да, так сказать, я, ну, мы знаем, что турецкие, турецкого происхождения двое учёных, да, муж и жена, участвовали в изобретении этой вакцины, но я имею в виду, что сначала они занимались низкоэффицированной рабочей силой, теперь мы знаем, что в третьем поколении там среди выходцев из Турции депутаты Бундестага есть, как мы знаем, в большом количестве, и теперь, видимо, нужна следующая волна, да, вот так цинично люди говорили, которым надо вот низкоэффицированную работу выполнять. Ну, скажем так, там есть одна очень серьёзная юридическая составляющая, то есть, когда беженец приходит каким-то образом или оказывается на немецкой земле, идёт процесс признания его или непризнания, так вот этот процесс признания-непризнания беженцем, он может длиться там год, допустим, и в этот год он не имеет права работать, да, ну, скажем так. Да, примерно как и в Латвии, да. Турецкую иммиграцию сравнивать с нынешней волнами немножко не совсем правильно, они ехали, как правильно сказали, работать, поднимать Германию, и на данный момент, допустим, я вырос, вырос, выросший в Германии, тоже у меня много и турецких друзей, и знакомых, то есть, ребят, которые полностью интегрированы и говорят на шикарном немецком, работают. И у них мыслей нет, просто жить только на пособии, да? Да, да, я вот, честно говоря, это такой вот тоже стереотип, именно что касается турков, ну, вообще, ребят, молодцы, конечно, есть такие и такие, наш брат русскоязычный тоже есть, которые балуются этими пособиями, но, в принципе, что касается турков, ну, они все-таки в третьем поколении, как вы сказали, там уже больше интеграция, да. Ну, вот, как бы, в завершении, может быть, вот, есть возможность сравнить, вот, когда вы создали филиал, почти три года прошло, да, вы вообще растете, вы чувствуете перспективу здесь, в Латвии, или с учетом того, что действительно, ну, может быть, пандемия часть вернулась, но мы знаем, что очень много выехало из страны, да, вот страна вообще потеряла, начиная с 90-х годов, около миллиона жителей. Да, 2,8 мы были, да, когда-то. Да, 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 ну, понятно, что кто-то сказал, что, да, там, очень много было военных, там, членов из семей, которые в Россию выехали, но, в принципе, мы потеряли очень много, да, то есть, иммиграция была катастрофической для такой маленькой страны, как Латвия, да, но сейчас вы чувствуете, что есть у вас вообще перспективы роста, несмотря на то, что Латвия маленькая страна, мы ограничены в жителях, в бизнесе и так далее? Есть, абсолютно они есть, и мы растем, и развиваемся, да, как филиал, скажем так, да, да, как филиал, это просто вопрос того, как ты, как руководитель, управляешь своими внутренними и внешними рисками, то есть, да, естественно, то есть, финансировать, там, кафе, рестораны сейчас, это, наверное, довольно рисковый бизнес, да? Я вам молчу про туризм, да. Мы молчим про туризм, и, как вы понимаете, то есть, сейчас мы все, мы сейчас ждем какого-то опять закрывания чего-то там в октябре, да, каких-то ограничений. Похоже, да. Похоже, мы к этому придем, увы и ах, скорее всего, увы, да, но, опять-таки, это все вопрос рисков и твоего личного настроя, но рост есть, да. А вот тоже, может, такой последний вопрос в завершении. Вот, будешь сказать в самом начале, что действительно Германия, это, понятно, такая законопослушная страна, значит, ли это у вас же остались там коллеги, там, друзья в Германии, вы с ней общаетесь. Легче людей побудить, не знаю, прийти на вакцинацию, потому что, ну, у нас тоже есть несколько категорий, понятно, что те, кто давно вакцинировались, есть сомневающиеся, есть те, которые считают, что их чуть ли не чипируют, да, так сказать, буквально. В Германии тоже, наверное, есть так называемая антивакцинация. Нет, у нас три, мне кажется, у нас, наверное, три в Латвии такие категории, я все время об этом говорю, это хочу вакцинироваться, не хочу и жду спутника, ну, то есть, три варианта, ну, мне так кажется, да. Жду спутника, да, это хорошо. В Германии, да, в Германии категория одна, все хотят, но не было достаточно доз, там, вакцины, да, то есть, наше там поколение с вами, допустим, оно вот сейчас только немногие друзья, только сейчас получают, я говорю, слушай. То есть, в Латвии даже в этом плане больше возможностей. Да, намного лучше, да, и у нас можно пойти в Акрополис, я извиняюсь, тебе без особой очереди, я там был, да, возле Максима, там сейчас стоит пунктик, ты пришел и получил свою дозу. Даже выбор есть иногда. Чипа, да, да, чипа. То есть, как бы, я лично отношусь к этому, то есть, там, наоборот, там все хотят, но даже кто-то не может. Слушай, парадоксальная ситуация, здесь у нас вакцина есть, но не хотим, потому что, наверное, да. Я сам, да, вакцинировался. Ну, я тоже, да. А ваши работники? Работники тоже, да, вакцинировались, то есть, мы как-то быстро в мае там приняли решение, причем никого не заставлялось, естественно, ну, это не надо было агитировать, никакой агитации. Ну, что вы работаете с другими людьми, да, вот сидеть сейчас, ну, естественно, это не 100% помогает от ковида, да, но... По крайней мере, легкая форма, это все-таки не там оказаться в страдании под ИВЛ, ну, не желаю никому, да. Да, да. Ну, в целом, вот завершая, вы все-таки не считаете, не знаю, ошибкой ваше возвращение в Латву, вы, в принципе, вы рады, да? Нет, я рад на данный момент, все хорошо, было хорошее лето, то есть, мы обычно ругаемся о прибалтийском, о прибалтийском лете, то есть, сегодня у меня даже есть скриншот, когда было в Ирском заливе плюс 26 лета. А большая община вообще, вот, выходцев из Германии здесь? Да, вы знаете, довольно большая. Довольно большая. Я не знал даже... Я помню, что все время посольство собирало, даже оказывало, что довольно много бизнесменов. Есть, 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 часто общаемся, есть у нас свой такой штамп, то есть, где мы собираемся иногда, вот есть такая гильдия даже, балтийско-немецкая бизнеса, там, собираемся с ребятами немцами, да, очень... Многие живут здесь, даже молодые, многие, да. Вот видите, мы мало чего знаем, и это странно, потому что всегда считалось так, мы же помним, еще с 90-х годов все говорили, ну вот придет немецкий бизнес, а на самом деле пришли первые скандинавы. Да, это факт. Да, и как мы знаем, литовский бизнес в Латвии очень активен, да, не только торговый центр, он очень активен, да. А вот немцы в этом плане отстают, как ни странно. Отстают, это факт, но есть, они есть, то есть, есть даже всякие, то есть, у меня есть один знакомый, допустим, он вообще живет в Талсе, женат на латышский немец, чистокровный немец, да, такие истории тоже есть. Да, замечательно. Атон Ковалев у нас был в студии, руководитель ГНК Латвия, большое спасибо. Спасибо. И слушайте радио Болтком.